Всем привет! Вы видите и слушаете Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности Божество за Испанию проходить Seedmers Civilization 6 на карте Огромная Политическая Карта Земли. Если вы случайно откролись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке Сообщества. Что ж, мы тут готовимся, вообще как готовимся, уже воюем с Англией, готовимся ее забирать. В общем-то вышли вот в героический век. Радостно. Так, ну реформу денежного обращения точно берем, монументальность точно берем. Вопрос, исход евангелистов или здесь живут драконы? Плюс единицы в новых городах на других континентах и плюс 2 очка перемещения для морских. Да, все-таки здесь живут драконы. Кстати, можно подумать тогда над тем, чтобы здесь города основать. Раз у нас есть монументальность, то в принципе приплыть туда и поставить город, почему нет. Так, тут давайте прокачивать на районы квадриремы вот эту галеру бить. Так, это я иду в фрегаты. Галеры стоят, ждут своего часа. Тут, наверное, полечимся. Ну, давайте попробуем Бристоль поатаковать. Так, и так. Ну, в следующем ходе он должен убраться. Тут не буду подплывать, просто апнусь. Куда проплыть нельзя. Ну, тут надо отводить, конечно, каравеллу. Тут, пожалуй, проатакуем. Ой, тут требушет. Могут каравеллу убить, потому что требушет, Лондон стреляет и арбалет. А еще и квадрирема. Да, блин, ну там не очень я влез удачно. Стоим. Здесь у нас... Так, за уровень сложности у нас за атаку... Ну, вообще, в принципе, можно просто стоять. Что он нам сделает? Мы как раз на холмах имеем бонус. Просто стоим. Этого можно, наверное, сюда еще вывести. И этого апнем. Деньги будут на фрегаты апгрейд. Да, я думаю, знаете, что надо покупать за веру поселенцев потихоньку. Магнус у нас не прокачан, да, на покупку без потерь. Это у нас тут... Буря прошла, я так понимаю. Магнус у нас пока здесь. Ну, тогда давайте в Толедо покупать. В Толедо и в Мадриде. Поплывем вот сюда ставить. У нас, по идее, должно хватить лояльность. Нам вообще-то сбегать бы глянуть на самом... Опять же, повторю. С каким юнитом? Ну, у нас что-то юнитов тут нету. Вообще непонятно, может тут... Ну, у нас варваров нету в игре, так что их можно не бояться. Так, тут пройдем рабочим сюда. Будем тут делать улучшения. Тут достроим Петру, и тогда будем кампус улучшать. Потому что, может, проехать и миссионера осудить. О, работает. Я просто хочу здесь больше индуизма. Какой-то буддизм уже оказался. Уже какие-то русские... Русские миссионеры пробрались. Вы смотрите. Так, тут открыли... Что тут открывал? Ну, я в меркантеризм, конечно, иду. Получить великого торговца. Слушайте, а может мне покопить денег и просто купить его? Я бы торговца все-таки заимел хоть какого-нибудь. Я просто точно его не могу взять, потому что... У меня нет вообще коммерческих районов, в принципе. Так, я встану здесь. Вопрос с этой каравеллой или все-таки убили все-таки? А, не, не убила! Нет, убились. Жаль, минус одна каравелла. А чем он ее добил, интересно? Центром города. То убили каравеллу. Ладно. Не, слушай, у нас вон... Блин, я вот не помню. По-моему, я с кем-то торговал алмазами уже. Надо проверить. О, Тори Дебелленс. Нет, это королевский... Королевский этот... Новые районы по стране тюнкультурный захват. Ну, давайте я за себя проголосую. Стоимость производства и приобретения военных юнитов. Может, за золото? Нет, не увеличено, уменьшено. Или уменьшено за производство. Компьютер это и так офигительные бонусы. Но я думаю, что все равно это не пройдет. Тут очень хорошо, Петра. Снижено. За производство, отлично. Культурный захват в Хамурапи. Так, Петра очень хороша здесь. Петра очень хороша. Ремонтируем кампус. Так, куда этот уплыл? А вот ты где. Только так встанем. Тут плывем. Раз посел. Два посел. Да, поставлю тут как минимум два города. Еще подумаю, конечно, но... Города точно там ставить надо. Вот флотоводец, который армаду формирует. Формирует. Долго я его ждал. Жалко, конечно, потерял одну каравеллу, но Бристоль уже падает. А, блин. Нет, падает, падает. Так и так. Отлично. Он будет отваливаться, конечно. Он монумент строить. Будет отваливаться, но это важный шаг. Тут забираем. Грабим. Так, вот тут у нас все раненое. Я, пожалуй, отойду. Вот тут-то тяжело. И, мне кажется, Лондон без... Без фрегатов не берется, опять же. Ну, короче, любой... Город со стенами здесь. Фрегаты у нас уже два хода. Переносим, кстати... Кстати, может мне тогда... Может мне тогда именно квадрирему и делать? Вот эту на один армадой. Точно. Надо будет сносить стены только в путь. Так, отступаем. Если я добиваю галеру... Да, по идее, не должны убить. У нас только Лондон останется обстрелять. Только Лондон стреляет и, наверное, разведчик. Ну, может, еще один арбалет. Но у арбалетов как раз штраф. К подобной стрельбе. Так, делать ли мне еще одну... Двакаруни торговец. Делать ли мне еще одну... Квадрирему, я вот думаю. Ну, тут один ход. Ладно, один ход можно сделать. Если бы два хода, то... Один ход делаем еще. Надо, чтобы Испания была царицей морей. Из Севильи... Астрахань... Асуан. Давайте лучше в Асуан. А так у меня и беру в Асуан, да. Ну, это просто на еду. Так, массовое производство. Петра. Ладно, пускай пока тут стоит еще значок. Возможно, если я захвачу Вроцлав и Асуан, то тут город я... А смысл вообще? Раз, два, три... Да нет, наверное, нет смысла. Если я захвачу Вроцлав и Асуан, то тут город не нужен. Так. Из Лакарунии... Давайте, наверное, в Новгород. Потому что я собираюсь все-таки с Польшей воевать. Зачем потом? Караваны. А, у нас же, кстати, почему устроится быстро эти... У нас же... За производство снижено. Теперь... Можно, кстати, теперь и... Латников поднастроить, чтобы в Конкистадоры выйти. Ну, побольше Конкистадоров было. Так. Тут у нас буддизм, который мне не нравится. Мне нравится индуизм польский. А буддизм мощи так вот утраивают... Утраивают реликии, ступа, примат папы, защитник... Кверы. О, плюс 5, уже у нас защитник Кверы работает? Ну, кстати... Олигархию взяли англичане. А у меня защитник Кверы не работает. Нет, Анкар Ваттон, 4 хода оставалось. У меня, наверное, сейчас производство некуда будет потратить. Потому что там сначала строил одно чудо, потом второе. И сейчас... Турадабилен еще... Вот я бы на Турадабилен, конечно, его потратил, но... Что, Тадж-Махал? А, ну вообще еще чуть... Нет, чеченица... Нафиг. Мавзолей в Геликарнасе нет. Ну, Тадж-Махал? Давайте тогда... Девять ходов. Так, значит, тут делаем... Где мы ее апать будем? Давайте вы, наверное, сюда... Добегает, да, добегает... Адмирал. Первая в мире армада. Тем более, это будет у нас еще и фрегат. Следующим ходом. То есть... Манчестер и Лондон должны очень быстро развалиться. Отступаем. Апаем. Убиваем рыцаря. Бристоль сколько стоит? Ну, и мне хватит. Нормально. И этот работает у нас на Средневековье и Возрождение. Отлично. Тут у нас все путем. Так, отойду из-под обстрела, пожалуй. Лечимся. Пошли оливки обработаем. Еще квадрирема готова. Ну, еще на помощь я через четыре хода все остальное тоже смогу в армады объединять. Нет, мы тут под Лондон не будем вылазить. Тут все отремонтировано. Нам надо сюда идти, вот эти клетки пустыни обрабатывать. Вот эту передадим, конечно же. И эту передадим клетку. А, как его? Оазис тоже. Что для Лас Пальмаса хорошие деньки настали. Отлично. Подплываем, подплываем. Квадриремы сюда, чтобы объединять во флоты. Так, хватит пока квадриряем, потому что тут начнутся фрегаты строиться. В принципе, можно библиотеки, я думаю, создавать. Здесь еще. Так, вот тут нам нужна театральная площадь, я думаю. Рядом с Петрой. Мавзолей нет. Тут бы еще какое-нибудь чудо, конечно. Давайте, наверное, сюда поставлю театралку. Блокоруни в библиотеку. Кайф. Лас Пальмас тоже очень хорошим городом стал. Мадрид растет. Ну, копим деньги на то, чтобы купить торговца. Не этого, а следующего, скорее всего. Давайте, наверное, рабочего в Толедо за веру куплю. Что у нас вообще стоит? Античность, античная республика. Может, мне олигархию поставить? Вот это можно убрать. Ну, через четыре хода только. Решил пока не покупать рабочего, потому что обрабатывать нечего. Я не хочу... Блин, не проверил ресурсы, с кем поторговать. Ну, уже высокая. То она говорила, что я ленивый испанец, который ничего не произвожу. Оказалось, достаточно построить Петру, и уже... Ну, вот ртуть точно можно будет у него купить. Опять же, не помню. Проверен, по-моему, у Петра... Ртуть точно. Это не университеты, но не университет, который двигает корабль. Да, ртуть можно у Петра купить. Шелк у Хамурапи. И алмазы, и слоновая кость у Зулуса. Когда сейчас у вас с Зулусом? Аж две... Два ресурса. Мне это нравится. И он еще за это заплатит много. Так, ну, похоже, больше мне нечем... Мне нечего продавать, поэтому... Так, на этом закончим торговлю. Так, апгрейдим. Во фрегат? Нормально. Аж 30 селитр понадобилось, но это... Того стоит. Мне кажется, с одного выстрела будут сейчас стены сноситься просто... Следующим ходом. Это надо флотоводца будет использовать. Так, что тут за квадриремы выплывают? Расписные. Давайте эту еще апну. Или этой лучше подплыть, проатаковать. А, у меня эта доплывает. Вот так сделаем. И... Вот так. Вот это, я понимаю, испанская непобедимая армада. Вот это красиво. Здесь лечимся. Так, ну где-то тут надо селиться сразу. Ну, игра предлагает здесь, но... Дело в том, что... У меня тогда тут мало места будет, ведь тут уже лояльность. То есть, я бы, наверное... Так, у нас три клетки. Раз, два... Наверное, я бы здесь вот на оленя... Три. Потом вот сюда, скорее всего. Что этого на оленя? Этим плывем... Дальше. Сюда высадимся. Третий город, наверное, уже все-таки нет. Так. Конкистадоров. Наверное, пока еще не хочу открывать... Вот военную тактику. Хотя, военная тактика же тупиковая. Нет, не тупиковая, массовая, массовая производство. Подождите. Давайте через... Да, давайте, наверное, через образование. Тут еще и миссия моя, вообще-то, находится. Во, слушайте, производство и пищи не на том же континенте. Короче, мне надо в... В Лас-Пальмасе просто миссии мои строить, и все. Ну, вообще, вы тут в пустыне строите миссии. То есть вот этот континент у меня тут будет... Может, еще одному поселу сделать? Вот сейчас подумаю. Подумываю над этим. Оливки. Ну, производство в оливках. Так, ну у нас есть производство в Мадриде. Вина. В Севилье. А в Севилье ничего нету. Так, ладно. Красиво. Светилище стоит. Так, ну что, купим мы торговца? Неизвестный игрок заберет это просто. Ладно, давайте пока отложим меркантилизм. Не хочется просто вот так открывать, давайте. Не то, чтобы мне уже прямо так срочно нужны были бы арманы. Нет, ты смотри, не сносит все прям стены. Я вообще ни этого морехода своего не использовал. Опа, атакуем. К этим отойдем. К этим подойдем. Апну. Просто стоим. Тут уже не должны мне хотя бы, блин, требушет. Ох уж этот требушет. Ну, вроде все равно не должны больно бить. Так, фрегат я уже отсюда буду использовать. Ага, недостреливают отсюда. Ну, это поменьше наносит урона, да. Так что давайте апать. А, теперь селитры не хватает. Но селитры у меня много, она быстро накапливается. Надо подождать. Просто надо подождать. А, теперь царел будем каравелкой. И так шустро тут носится. Раз, два, три. На... На слонов, наверное. Хотя игра мне тут предлагает. Вообще, наверное, да, давайте тут. Типа, тут не так... То есть, все равно весь свой город явно уже никакой не влезет, пока по лояльности. Кстати, а вот там чьи-то границы. Это, наверное, Эфиопия. Нет, это... Это Египет. Это Египет. Виктория объявила вой... Ага. Россия объявила войну Польши, а Англия в союзе с Польшей. Да, и поэтому и Россия. Ну, отлично. Испано-Русский союз. Так, ну я, наверное, поплыву через океан. Господи, два флотоводца. Знаете, я их, наверное, как-то зря убивал, а не сюда сейчас. Ну, а с другой стороны, у него нет никаких морских... Все не вернулись в города Англии. А с другой стороны, у него нет никаких морских юнитов уже. Что мне бояться? Так. Теперь, наверное, для конкистадоров латников строим. Я еще возьму карточку тут поставлю чуть позже. Блин, а что так Польша по науке ломанула? Сто двадцать восемь-то нехило. Эх. А, я еще не открыл миссию. Так, ждем. Я просто... Может, она на холме не строится? Дополнительная наука после открытия плюс две лояльности. Вход для городов с миссией рядом с центром. Нет. Ага, наука за соседний кампус и священное место. Ну, вот тут, кстати, вполне норм, да? А, слабенько. Слушайте, а тут без армады-то тяжело города брать. Так, только хочу посмотреть, миссия тут построится. Построится. Красота. Ну, ничего себе. Блин, может мне убрать... Убрать овец и миссию лучше поставить? Да, наверное, я так и сделаю. А, тут один заряд, правда, остался. Так, давайте в Толедо... Блин, я хотел еще торговца, вообще-то, за веру купить. Уже дорого. Ладно, тогда строителей покупаем. Амбары, наверное, просто... Не амбар, в смысле, а монумент куплю. Да я амбар куплю. Сразу три жителя дается, кайф. Но это из Золотого века. Вот из-за этого здесь живут драконы. То есть, единицы в новых городах, но в других континентах. Поэтому там бар желательно сразу бахнуть. И тогда поехали гаврой строить. Наверное, производство. Так. Здесь ставим город. Добиваем каравелку. Так, должна стена, наверное, уйти. Или уже подождать следующего хода, не лезть тут на рожон. Ладно. А, это что за остров? Интересно. Не помню, какие тут острова. Но это что-то тут рядом с эквитериальной Гвинеей вроде. Ладно, давайте библиотеку. Еще кто-то в войну. Войну Чаки. А что, Зоусы? По какой причине она объявила войну Чаки? Так, а тут у нас Россия-Краков. Ну, не знаю. Сомнения у меня. Сила больше у Польши. Развитие в два раза больше. В России. Ой, в Польше наоборот. Мне кажется, Россию придется спасать. Ага. Великобритания и Египет объявили войну Чаки. Ну, ничего, такие места. Ну, вот этим я, кстати, торгую с Чакой, а потом сейчас обработаю и уже не буду торговать. Давайте, опять же, сразу купим монумент и амбар. Так, этих мы переправляем на польский фронт. Собрали. Слушайте, а может их нельзя рядом друг с дружкой ставить? Блин, а я убрал там овец зачем-то тогда. Ладно, посмотрим следующим ходом. Все равно нам тут еще обрабатывать можно явно. Так, еще покупаем. И забираем Манчестер. Блин. Не дает... Не дает здесь вот этот разведчик сразу его забрать. Придется следующим ходом только. О, вот и от стеки. Ну, давайте глянем, как они там на другом континенте себя чувствуют. Бразильцы сразу встретил, обменявшись. Ну, то есть, вот в Америке как раз там очень много у них места. Они хорошо себя должны чувствовать и... По развитию... Ну, да, 102. Давайте глянем, где они тут. Что Монте-Сума. И что Педро, видите. Уже в промышленной эпохе вот здесь. Круче только Вавилона по техам. Тут тесто какая-то не... Мне кажется, это Корея. Наверное. Так, торговать мне, по-моему, нечем. Не оливки и вино есть. Вот тут точно стоит торгануть, потому что я на этом континенте точно селиться не буду. Зато я, наверное, могу сюда... Так, кто у нас тут еще должен быть? Канада повыше, Инки. То есть... Ну, наверное, Канаду пойдем выше встречать. Так, тут апнем... Фрегат. Кстати, может, мне бы еще один... Одну селитру буквально купить. Эфиоп как продаст? Нет. Бразилец. Ну, вообще, как всегда я говорил, они самые новые стратегические ресурсы очень неохотно продают. О, Россия, Бирмингем приплыла, братья. Ну, давайте постоим, пускай он его... Пообстреливает. Ну, давайте универы... Строить. Я думаю, что латников, которые превращаются в кирасиров, недостаточно. Единственное, что жалко, не хочется миссионеров буддистских делать. Тут как-то шанс... Не знаю, каким образом тут... Когда вообще... Россия именно пришла и мне Севилью обратила. Промышленная. О, тут все тут плюс четыре промышленная. Ну, тут и священное место. А вот тут плюс... Давайте тогда сюда промышленную поставим пока. А священочку можно будет и сюда бахнуть. Открываем новый свет. В 820 году нашей эры. Немножко... Чуть пораньше. Чуть-чуть. Не. Англия, тебя не будет. Так, ну Россия тут, конечно, осуждает меня Зулус. Интересно. Россия тут, конечно, бездарно Краков атакует. Постоянное посольство. Создавать шпионов. Давайте, наверное... Не хочу я ставить карточку на создание юнитов. Давайте поставлю вот на учетные банки. Я там в Россию неплохо так бегает. И теперь в Торговую Республику идем. Что я не ускорил? У меня нету 8 наземных юнитов до сих пор. Серьезно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прикол. Не, можно миссии рядом ставить. Отлично. Да, конечно, с Петрой. Лас Пальмас. Выглядит теперь, мягко говоря... Очень неплохо. Ну и Толеда сейчас будет выглядеть очень неплохо с этими промыслами. Так, ну что, Манчестер. Забираем. Я сюда иду, чтобы уже дальше плыть потом этой армадой. Если у меня тут три бушета, я бы, чтобы он не отбил сразу обратно его. Не хочу грабить рыбацкие лодки, чтобы лечить суда. Да, я это хочу сохранить, чтобы сразу использовать. Понятно, что мы это все заберем. Так, а мы можем теперь, в общем-то, создавать армады. Давайте мы этих рабочих, как скаутов, используем. Надо открыть эту территорию тут. Оксфордский университет. Недостаток жилья в Валенсии. Давайте на производство чисто. Так, в Толедо, мне кажется, надо каждый ход покупать строителя. Несмотря ни на что. Тут стоим. Тут лечимся. Тут ищем Канаду. Знаете, такое ощущение, что не так уж и далеко, да? Южная Америка от Африки находится. Такая себе огромная карта. Не очень-то она и огромная. В общем. Хочу я вам сказать. Офигайся, уже ацтеки только встретились. Он даже не должен знать вообще ничего о... Ну и бразилец. Охренеть. Вот за что... За что они меня осудили? О, Канада. За захваты городов. Ну, я думаю, что... Я думаю, что Польша сейчас вступит. Если Польша вступит, то я точно пойду к конкистадоров открывать. Принято и... А нет, только Виктория. И Двига против. Ну, отлично. Так, Венецианочка у нас запланирована была. Мародерство, создание военных лагерей. Ну, это и для гаваней тоже. Не, наверное, пока не буду ставить. Хотя вот для этих городов, конечно, неплохая. Ну, выйду в Торговую Республику. Там поставлю эту карточку. Так, тут мы апаем фрегат. И создаем... О, подождите, я не... Подождите, как это... А я меркантилизм не дооткрывал. Точно, я же хотел взять... Ой, я дурачок. Ладно. Что-то как-то слабо он прибушит. Мне такое ощущение, что он Манчестера вообще не обстреливал. Нет, стоим. Не хочу снижать силу, а то еще Россия захватит. Блин, и тут опасно. Давайте отъеду. Ап, но этого... Следующим ходом лучше объединим. Не, миссии в пустыне с Петро, это что там? Я бы еще Наску найти. Ну, мне тут кажется, бессмысленно ставить город. В этой пустыне. Можно было Кати Мали еще поставить для партии, вот так как кого-то надо было бы убирать. И так не особо... Ну, старался уже по максимуму сбалансированно расставить, и то Европа очень... Забита. При создании гражданских юнитов в городе владелец. Кстати, для Толедо имеет смысл, потому что здесь как раз рабочих можно создавать. Давайте подумаем, я где-нибудь хочу еще сейчас поселенца ставить. На островах этих точно не хочу. Здесь... Потому что у нас по лояльности. Вообще, как ни странно... И город в лояль... Ну, блин, ну, тут же ресурсов нету вот для этого. Я думаю, не надо. Я думаю, обойдемся. Так, пошли к этим городам тут все обрабатывать. А... У англичанки тоже все обработано. Постаю. Имеет ли мне смысл куда-то сюда плыть? Ну, может, ГГшки какие открою? Потому что так-то с этой стороны уже... Ну, хорошо, может быть, еще там подойдут инки. И... И кого я еще вставил? Во, Кагуана, видите? Есть ГГшка. О, с Петром союз закончился. Давайте посольство еще у него. И экономический союз. А он... Вообще, ко мне кто-то посылает караваны? Только Польша. У меня шесть послов. Первая ГГшка... Ну, был еще Иерусалим, ее захватили. Позволяет ботей строить. Ну, наверное, пока побережем послов. Поехали. Индустриализацию. Сейчас я мастерскую дострою. Я куплю ее просто тут. Так, библиотека. Универ. Верфь. Давайте пока универ. Дальше я подумаю. Ну, и тут не хочу ничего менять. Опять он сюда пришел. Ну, давай, проатакуем. Все, настаивает. Ух ты, купили там каравеллу. Блин, мне очень приятно, что она сначала будет ее убить, прежде чем туда влезть. Вот же ж. Обвинялись посольством с Россией. Тори Дебилен, каперы. Так, ну, самое главное, что мы можем теперь объединять... Наконец-то... Бармады. Так, давайте... Отведем пока каравеллу сюда. Дальше. Давайте... Ой, блин, куда он поплыл? Долбанный этот стоит. Флотоводец не дал проплыть. Так, ну, Бирмингем, пора захватывать. Может, тут даже монумент куплю, пожалуй. Черт. Неудачно получилось. Так, ну вот этого надо... Через флотоводца Долбаного. Вот так и вот так делаем. Так, а что посмотреть? А флот я могу сразу делать? Блин, могу. Слушайте, ну это очень круто. Для Испании на... На море. То есть Испания на море. Считайте, вот здесь уже может флоты делать, да? В три звезды. А все остальные, им надо национализм еще открыть, а потом еще только мобилизацию. Вот как с Испанией, например, на морской карте. Вообще взаимодействовать. Так. Ну, давайте лошадок. Хочу брос город хоть как-то. Плантации. Так, здесь очередную миссию. Кайф, конечно. Что тут еще одну клетку осталось, в общем-то, обработать. И у вас пальмас будет у нас... Вау. Просто вау. Так, один заряд. Тут светильный. Ну, давайте тут пока тогда миссию поставим. Тут, конечно, без ветра не так весело это выглядит. О, тут есть ход. Давайте тогда вот так сделаем. Давайте тоже объединить. Блин, сейчас требушеты по Бристолю будут работать. Так, давайте проатакуем эту Каравеллу. Я готов даже потерять ее, чтобы он Бристоль не атаковал. Или мы можем вот так сделать еще. Оба, правда, сила Бристоля не увеличилась, и все равно ее могут захватить. Блин. Так, очевидно, латник английский убился от нас. Об нас. Да, египетский. Ну, короче, Египет с зоусами сейчас в войне. Посмотрим, к чему это приведет. Так, у меня уже пошел набор золотого века, и вроде еще времени дофига. Умса еще есть. Вот умса, может быть, бы и посоюзил. Она все-таки дает морским районам. А, и плюс еще золото за торговые пути. Во. Давайте. Первый посол. Умса. Я думаю, трех достаточно пока. Вот, говорил, габешки тут могут быть, и они оказались. Союз, конечно, не буду прям, но, в принципе... Неплохой бонус. Так, тут верфь купить или строить? Нет, тут мне надо мастерскую купить, чтобы индустриализацию ускорить. Так. Ну, и будем, наверное, все-таки верфь строить сначала. Еда, производство, жилье. Фуф, никого не убило. Это в Южной Америке, что ли? Нет. О, это не Эвия Фаядла, якуда ли, извергается. Это, кстати, Исландия, скорее всего. Так, скидка на апгрейд. Ну, это, кстати, поставим... Сейчас откроем исследование. Плюс я сейчас открою, в общем-то, конкистадоров. И пора апаться с этой карточкой конкистадоров. Так, подлечимся. Флотоводцы. Бесплатный экземпляр ресурса этой клетки дают. Нормально. Здесь обстреливаем столицу. Обстреливаем столицу. Тут убиваем каравеллу. И она не умерла. Фига себе, а что такая суровая каравелла? Ну, мне надо сюда будет... Хотя... Давайте просто апну пока. И... Вот так сделаем. Так. Манчестер держится. Бристоль вообще уже не отваливается. Этот держится. Нормально. Нам осталось Лондон забрать и все. Так, этот у нас тоже исследователем будет. Ну, кайф же. Конечно, у вас пальмас хорош. Стоим. Лечимся. Что мы тут еще не обработали. Вот эту клеточку. Так. В Толедо еще вот тут и вот тут. Я что-то не хочешь с ними там миссии ставить, честно говоря. Как-то слабенько, без Петры. Один просто крабов, наверное. Тут слонов. Двух слонов обработаю. Что у нас вообще по развитию? Вот из того, что я встретил. 131 Канада. 130 Бразилия. 130 Бразилия. Хорошего. Как из Луста, правда, что-то вообще тут. Откуда-то у него куча науки. Хотя тут не так много вроде Африки должно быть. Фуфриер. Неужели... Не должен там ИФ... Давайте, наверное, этим флотоводцам сплаваю там. И я дала кудель найду. Монумент. Универ. Стоимость на все улучшения. Ну, ждем. Два хода. Торговую республику откроем. Ну, нет, все-таки протоколы. Протоковали этими требушетами Бристоль. Че-то больно с Бристолем. О, тоже махал. Достроил. Хоть какое-то чудо достроил. Экономил мне производство и Конкистадоры. Так, пока не апаем. Ждем. Карточки. Может мне выйти из Бристоля? Как-то больно. Бьет. Так. Против укреплений района. Так. Тут, наверное... Давайте-ка мы подведем флотоводца. Так. Так. Так, хочу, чтобы флотоводец работал. Блин, я как-то этот проплыв бы расчистить. Ну, вообще можно просто апнуть Конкистадора и высадиться им там. Давайте одного апнем. Почему плюс пять дали, а не плюс четыре? А, знаете, наверное, плюс пять... Ну, плюс четыре уникальный юнит, а плюс пять, потому что я впервые... Нет, селитру я использовал... Подождите, я селитру использовал на фрегаты. Почему я плюс пять за Конкистадора дали? Непонятно. Да, блин, достало. Почему? Ну, а и управление. Слушайте, хочу вывести на всякие пожарные. Боюсь, что могут... Захватить Бристоль и не хочется терять там... Так, пока стоим. Тут у нас крабики здесь обрабатываются. Тут... Наверное, пойдемте... к драгоценностям. Надо еще посмотреть, что у ацтека бразильцы на торговлю. Ну, с бразильцами я там поторговал вообще-то. Давайте, в общем-то, сейчас и посмотрим. Ацтек, сахар. Черепахи, нефрит. Вот, нефрит. Можно с ацтеком торговать. Мрамор. Нефрит, мрамор. Табак. Нефрит, мрамор, табак. Все, кстати, у ацтека. Хотя у меня и осуждают за что-то, не пойму. В смысле, ничего. Ты только что хотел торговать. Ладно, 15 вход. Ну, счастья у меня должно быть дофига. Я вроде со всеми очень хорошо торгую. Или я просто туда... Давайте сплаваю каравелкой гляну. Есть ли эйефы? Тут на месте эйефа... Флябье... Эйефа... Эйеф, ядлая кудля. Почему-то суфриер. Тут же эта Шесландия. Именно там должно быть это чудо. Расчудесное. Так, в Мексиканский залив заплываем. Кахокию встретили. Слушайте, а Кахокия тут разве? Вот Кагуана вроде, да. Ну, вот это у нас Куба. Унса. Я вот с Кахокии и Унсой не уверен, на самом деле. А вот кто там Тиночтетлан берет? С кем у Ацтека война? Да не с кем. Наверное, разлив был какой-то или... Вообще не знаю почему. Слушайте, ну в Кахокию тоже можно. У меня же первый стоит, да? Пока. Класс. 340 монет. Слушайте, а Венецианку я могу строить, да? Я специально под нее, да. Блин, а почему здесь? Вот здесь я буду строить Венецианку, конечно же. Пока не сейчас. А, посмотрите, а в Лас-Пальмасе можно? Если, например, сменяю. И, по-моему, только в Гавани, принадлежащей этому городу, да, нельзя. Зато тут Торидебелен, например, можно будет. Так, у нас больше всего производство Мадрид. Лас-Пальмас, кстати, больше всего производство. Да, ну нет, Лас-Пальмас, конечно, хорош, благодаря Петре. Именно поэтому там столько производства валит. Ну, давайте Верфь. Дальше порох открыли. Пошли в индустриализацию. Чудо света плюс 5. Ну, уже в Золотом веке, а отсчет только 10 ходов написано. Достаточно жилья на производство. Алмазы, возможность для промышленного производства, кстати. Посмотрим сейчас следующим ходом, что это за промышленное производство может быть такое. Да, захватили Брискель, посмотри. Ну, что-то компьютер может как-то отбиваться, да? Ну, это ненадолго. 54 силы, я там явно каравеллами... Сейчас отобью обратно. Тут еще и Лондон падает, в принципе. Так что с углем. Так, во-первых, все торговую республику принимаем. Ставим апгрейд юнитов дешевле. Кампус. Вот, строительство чудеса можно убрать, я думаю. Два влияния. Учетные банки. Треугольную торговлю. Действующие губернаторы. Или... Давайте республиканское наследие, на счастье. А вместо барщины... Да, соседство для промышленной зоны тоже было бы неплохо. Но пока... Мне продвинута армия нужна. Соседство театральной площади. Губернаторы. Знаете, новые строители больше действия получают. Сейчас буду продолжать. О, слушайте, а это же критическая ситуация была, блин. Мне не надо было так легко бристоль отдавать, на самом деле. Да, тут я зря. Это я зря. Так, продолжаем покупать. Строители, теперь они с шестью зарядами будут. Идти. Так, Лондон обстреливаем. У нас конкистадор идет на его захват. Блин, следующим ходом не получается пока его забрать, да? И бристоль пока не падает. Нет, следующим ходом бристоль точно я отберу обратно. Вопрос с Лондоном. То есть у нас еще конкистадор идет. Давайте замки. Банковское дело. Астрономия. Пойдем в броненосцы потихоньку. Так, тут апаемся. В конкистадоров. Астрономия. Даже селитры хватило. Ну, придется покупать, не знаю, хотя бы два. Слушайте, а в Лондоне... Да, тут есть священные места. Ну, блин, протестантизм тоже не особо... Давайте купим тут миссионеров. Ну, потому что у нас конкистадоры имеют плюс 10 к силе, когда находятся на одной клетке с религиозным юнитом. Поэтому надо брать. Так, поехали каравеллы туда. 25% золота в городе владельцы. Ну, наверное, все-таки в Валенсии, потому что тут больше на золото ресурсов будет. Не надо было обрабатывать. Все, два заряда, получается, использовал, чтобы сначала шахту, а потом промышленное производство сделать. Не очень получилось. Так, мне бы теперь в Азию как-то все-таки когда-нибудь добраться. Тори Дебелен в Лакорунье. Наверное, нет. Наверное, нет. 17 ходов. Так, а что мы еще тут можем сделать? Верфь, наверное, пока. Да, конечно, тут Тори Дебелен очень быстро построится, но... А, нет, подождите. Он должен вот тут, если что, вот тут Тори Дебелен строится. Стоит ли мне убирать... Дело в том, что он только для одного города работает? Не, ладно. Давайте пока верь, потом в художественный музей. Так, сто процентов создания морских юнитов. Там я все делаю. Пошли в просвещение. И потом можно в урбанизацию. Кто-то Колизей закончил. Так, уголь у нас есть. Правда, он только в Англии, кстати. Я правильно Англию захватываю. Так, тут надо как-то так рассчитать, чтобы Лондон забрать. Так, ну высаживается... Ага, Конкистадор может его забирать. Отлично. Значит, вот и падение Лондона. Так. А, и в это время еще и Бристоль. Падает. Это тяжелое и болезненное поражение. Но мы с ним не смиримся. И Англия благодаря провидению вновь возродится. Или провидению. Не знаю, как она может возродиться. Но минус Англия. И, в общем-то, Испанская империя обретает очертания. Следующая у нас будет Польша. Но это уже в следующей серии. Надо будет к Вроцлаву подводить. Жалко, что Вроцлав только с одной стороны берется. К сожалению. Слушайте, а вон Ракетет отваливается по лояльности. А в чью пользу, интересно. Он даже отвалится на самом деле. Так, Лондон сохраним. Бристоль сохраним. Надо поставить все, ремонтироваться. Даже куплю просто. Так, тут все у нас. Лояльность восстановится. Но, опять же, повторю. В следующей серии спасибо, что смотрите. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Спасибо за поддержку большое. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok